Ну, человек спит, и на пьеме у него завтра день рождения. Это только когда ты насыпаешься и... Нет, когда в жизни не слышат. Почему звезда горит, ты зимою тутки, И в какой приходит вид, я быка в желудке, Как неутомимая, встреча поделого Своего любимого, слышу землекопа, Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я ваш землекоп, Илья Кламановский. В этом подкасте я отвечаю на вопросы землекопчиков, То есть на ваши вопросы. Напоминаю, что раньше наш подкаст был только на Яндекс.Музыке, А теперь мы выходим на всех площадках, Поэтому нам очень важно, чтобы вы нас всюду нашли, Всюду поставили оценку нашему подкасту, Написали ему отзыв и рассказали бы о нем в соцсетях, Чтобы как можно больше землекопчиков узнали, Что подкаст теперь есть везде, И мы с вами не потерялись бы. Я напомню, что в конце прошлого выпуска Был такой загадочный звук. Мы с вами говорили, Что вот какие-то животные, Там, где очень холодно, Прямо сейчас Пытаются перемешиваться. Они сбились в кучу, И кто-то, кто находится снаружи этой кучи, Пробивается внутрь, А те, кто были в середине, Отправляются к краям кучи, Чтобы провести там какое-то время. И, конечно же, Дело происходит в Антарктиде, А эти животные, Это, конечно же, Императорские пингвины. По кругу безумно холодно, Может быть, минус 70 градусов. Но если все по очереди будут греться внутри, Только не слишком долго, То те, кто снаружи, Не погибнут, Они дотерпят до своей очереди, Пробьются внутрь и согреются. И так можно пережить полярную ночь, Которая длится очень долго. Сегодняшний выпуск будет, Наверное, Про самый загадочный способ провести время. На самом деле, каждый день Мы проводим время таким странным способом. Мы пускаемся в очень сложное И очень таинственное путешествие. Я говорю про сон. Мы каждый день вот так отключаемся, Пропадаем куда-то, будто бы нас нету, Видим какие-то суперстранные штуки, А потом просыпаемся, И снова оказываемся Тем же самым Пете И той же самой Машей, Какими мы засыпали. И вот про это наш новый выпуск. Здравствуйте, меня зовут Миша, Мне 6 лет, Я живу в Леси. У меня такой вопрос, Когда я сплю, Я могу чувствовать запах? Кстати, сейчас нам очень пригодится Вспомнить, что такое нейроны. Для тех, кто еще не слушал выпуск О содержимом нашего мозга, Я скажу, что нейроны Это такие специальные клетки, Которые живут в мозге, И их там безумно много. Они помогают нашему мозгу Быть супермощным компьютером И делать всякие невероятные вещи. Это было такое небольшое предисловие, А теперь давайте разбираться, Что же там все-таки за история Про запахи и сон? Привет! Здравствуйте! Во сколько ты ложишься? Я не знаю. Не знаешь, во сколько ложишься? И во сколько встаешь? Тоже не знаю. Ясно. Отличный образ жизни. Всем бы так. И у тебя возник этот вопрос, Чувствует ли человек запахи во сне? Да. А почему ты решил про это спросить? Как тебе пришел в голову этот вопрос? Какая это была история, может быть, у тебя? Нет, я просто подумаю. Ну, человек спит. И на пьеме у него завтра день рождения. И они готовят твое. То он может учувствовать. Прекрасный вопрос. А у тебя была такая ситуация? Ты спал и у тебя был... Нет. Нет. А у кого был день рождения? Ну, опять же, придумай. Абстрактно подумал. Ясно, ясно. А что было бы, если бы человек... Если бы человек чувствовал во сне запахи, то вот готовят торт. И дальше что с ним происходит? Немедленно просыпается раньше времени, начинает искать подарки. Или, наоборот, крепче спит, и ему снится торт. Или, может быть, ему снится вообще не торт, ему снится, что он попал в рай. Давай расскажу тебе, что про это думают ученые. Тут есть два ответа. С одной стороны, когда ты спишь, не работает твое сознание. В каком-то смысле тебя нету. Твой мозг работает. Но вот тебя, такого вот Миши, с твоим опытом, твоими знаниями, твоими желаниями, вот такого Миши в этот момент просто нету. Этот Миша временно вышел и отдыхает. Так что первый ответ такой. Нет, человек во сне не слышит запахи. Если его потом разбудить, он тебе не скажет, чем там пахло. Да? Ну, если человек спит, и какого-то огромного звука, то он проснется. Это правда. Если сделать громкий звук и хлопнуть, он проснется. Ты совершенно прав. И его мозг чувствительнее к звукам. Ну, кожей он тоже чувствует. Если ты ткнешь его иголкой, то он проснется. Но если ты включишь ему какой-нибудь запах роз или очень неприятный запах от того, что его собака, например, наделала свои дела на полу где-нибудь рядом с ним, он не проснется от этого запаха. И так что в этом смысле есть разница между звуками, прикосновениями и запахами. Но на этом эта история не заканчивается, потому что я сказал, что человек не слышит эти запахи, но его мозг на самом деле их слышит, как выяснили ученые. И это доказали вот на каком опыте. Какие у вас сейчас бывают уроки в школе? Ну, какие-то, наверное, математика. Ну, я на подготовку хожу пока. Да-да. А что последнее у вас было на подготовке по математике? Я не знаю, я не помню. Ага, но твой мозг на самом деле может быть знает. Ты сейчас не можешь получить доступ к этой информации. Допустим, там проходили, ну, не знаю, как складывать числа, да, сложения. Так, дальше едем. Какой еще был предмет? Там учительница говорила по линейке, кому подходить к доске. И она говорила, какую точку идти, направо на леву два раза в шесть. И там, когда все закончили, я бы последним, то там была утка нарисована. Ага, на доске, да? Да, на доске. Ну, я это сам сначала сказал, что это похоже на утку. Здорово. В общем, в итоге, после такого дня, про сложение чисел твой мозг сейчас вот ответить не может быстренько, да, что там происходило, про то, как идти налево-направо по стрелочке, может, и про утку, может. И я хочу тебе сказать, что на самом деле тебе только кажется, что твоя учеба происходила в школе. На самом деле только начало учебы происходило в школе. А потом, когда ты лег спать, твой мозг начал делать очень интересную вещь, про которую ученые узнали только недавно. Твой мозг продолжал учиться и продолжал запоминать то, что тебе сказали днем в школе. Как будто склеивать таким специальным клеем эти воспоминания, чтобы они не убежали. И это работа, которой занимаются нейроны. Какие-то отвечают за математику, какие-то за утку, какие-то отвечают за память. Нейроны, которые отвечают за память, должны ночью склеить и как следует закрепить то, что они считают важным. Видимо, вот эту математику они не посчитали важной, но утка – это вещь серьезная, и твои нейроны ночью как следует ее склеили. И теперь, когда я тебя прошу вспомнить, давай постарайся, Миш, вспоминай – оба! И у тебя в голове снова возникла эта утка. А вот теперь, Миш, я хочу тебе рассказать про эксперимент с запахами. Представь себе, что ученые решили провести эксперимент с твоим мозгом. И, пока у вас была математика, они держали все время рядом с тобой, перед носом, твой самый любимый торт. Миш, какой торт ты хотел бы, чтобы был приготовлен на твой день рождения? Клубничный. Клубничный? Такой розовый, да, и он так пахнет клубникой и чем-то сливочным, мне кажется, да? Правильно? Ага. И вот все эти запахи около твоего носа весь урок, пока вы изучаете сложение. Потом, пока вас учат подходить к доске и запоминать утку, около твоего носа держит шоколадный торт. И потом, когда вас учат читать и складывать буквы, около твоего носа банановый торт. Хороший день? Да. Продолжаем эксперимент. Наступает ночь. Твоему мозгу нужно сейчас склеить и как следует запомнить все, что происходило днем. И вот тут ученые делают очень интересную вещь. Они держат всю ночь около твоего носа клубничный торт. И выясняется, что те, у кого держали клубничный торт, на следующий день гораздо лучше помнят то, что происходило на математике. Если держать банановый, то он запоминает лучше то, что происходило во время бананового торта. Помнишь, что происходило во время бананового торта? Ничего. Ах, память, Мишина, память. Надо больше нюхать разные торты. Мой тебе совет. Чтение. Происходило чтение. Если держать шоколадный торт, он запомнит уток и хождение к доске. Если не держать никакого торта, то такие люди могут запомнить лучше то или другое или третье, их мозг предоставлен самому себе. Получается, что в течение дня ты можешь помечать разные события важные при помощи специальных закладок, напоминалок, запахами. Если ночью держать рядом с собой этот запах, твой мозг лучше запомнит то, что там происходило. Главная мысль – мозг ночью запоминает те вещи, которые ты видел днем. Поэтому ложись спать вовремя, спи крепко и иногда ставь рядом с собой какой-то предмет, который пахнет так же, как пахло во время какого-то урока. Тогда ты лучше запомнишь эту вещь. Теперь понятно? Угу. Хорошо. Хорошего тебе дня. Пока. Итак, когда мы засыпаем, наше тело вроде бы отключается, но на самом деле нет. Сердце продолжает биться, мы продолжаем дышать, ну и на самом деле мозг никогда не спит целиком. Какие-то кусочки мозга, которые отвечают за слух или за нюх, могут в какой-то момент проснуться. Иногда могут проснуться кусочки, которые отвечают за зрение и показать нам что-нибудь интересное. Про это мы поговорим в следующей части. Но вначале я хочу рассказать вам про еще один подкаст нашей студии, студии Либо-Либо. У студии Либо-Либо есть подкаст, который называется «Любить нельзя воспитывать». Его ведет педагог и директор школы Дима Зицер. В каждом выпуске Дима разговаривает с родителями, бабушками, дедушками, учителями, детьми и отвечает на их вопросы об отношениях. Например, как реагировать, если незнакомые люди настойчиво хотят погладить твоего ребенка по голове? Или как какому-нибудь педагогу ответить на вопрос, чей рисунок лучше? И что делать мальчику, которому по ночам чудится страшное? Подкаст «Любить нельзя воспитывать» выходит каждую неделю, и в любое время вы тоже можете отправить Диме свой вопрос. Все ссылки будут в описании эпизода. Здравствуйте, меня зовут Миша, мне 8 лет. Я живу в деревне Староскаковская. У меня такой вопрос, почему люди видят во сне не сон? Я не до конца понял этот вопрос. Почему люди видят во сне не сон? Не знаю, может быть, Миша имел в виду, как бы, почему нам во сне не снится, что мы спим? Или что-то еще другое, может быть, почему мы во сне не понимаем, что мы спим? Давайте разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо у меня. Да, ты меня узнал? Да, вы землекоп. Точно. Или я гуманоисский. Ага, точно. Yes. Как ты спал? Хорошо. Что видел во сне? Ну, я видел радугу во сне. Ух ты. Как самолет запускал пыль, и там радуга была из сердца. Разноцветный сон? Да. Ничего себе. А что еще тебе снится? Мне очень много снялось странных снов. Очень странных. Что было самое странное? Самое странное? Голова дырявая. Голова дырявая? Не можешь вспомнить? Это, кстати, интересно, да? Куча всего, может быть, мы видим во сне, но не можем вспомнить. Такое тоже бывает. Да. Ну, хорошо. А теперь главный вопрос. Миш, ты спрашивал вещь, которую я не до конца понял. Ты спросил, почему люди видят во сне не сон? Ты можешь повторить этот вопрос и немножко лучше мне объяснить? Я имел в виду, почему видели сон, а не почему не видели. Я имел в виду, видели. Почему люди видят сны? Окей. Теперь я, кажется, понял твой вопрос. Угу. Почему люди видят сны? Миша, наука не знает, что там у тебя происходит в голове. Это очень сложный вопрос. Мы точно не можем сказать, почему твой мозг видит сны. И когда ученые точно не могут сказать, знаешь, что они делают? Что? Они пытаются угадать, догадаться. И такие научные догадки называются гипотезы. Ты знаешь такое слово, гипотеза? Нет, когда в жизни не слышат. Ага. А можешь сейчас повторить его? Гипотеза. Ага. Гипотеза. Первая буква Г. Гипотеза. Ученые делают такие догадки, чтобы потом их проверять. И чтобы потом узнать, как на самом деле. Я могу тебе назвать пока что три догадки. Первую говорите. Говорю. Когда ты спишь, у тебя засыпают в твоей голове нейроны. Но если, например, громко крикнуть тебе в ухо, то ты проснешься. Это значит, что нейроны, которые отвечают за слух, на самом деле спят не очень крепко. А вот есть нейроны, которые отвечают за картинки. Посмотри сейчас на меня. Мы же с тобой говорим в зуме. И ты меня видишь. Сейчас работают твои нейроны, которые обрабатывают картинку у тебя в голове. Когда ты засыпаешь, вот закрой глаза. Ага. Слушатели тоже закройте глаза. Теперь ты ничего не видишь. Сейчас эти нейроны выключаются. И может произойти такая вещь. Те нейроны, которые работают рядом, по соседству, например, те, которые отвечают за слух, могут взять и занять их территорию. Может так получиться, что человек проснется, а картинка у него не обрабатывается, потому что за это время его зрительные нейроны занялись другими работами. И вот чтобы этого не происходило, мозг несколько раз за ночь включает зрение, иначе потом утром будет слишком долго их включать. А ведь когда ты проснешься, открывай глаза, скорее! На тебя кинулся леопард. Бегом! Спасаемся! Тебе надо очень быстро включить зрение утром и не тормозить. Надо, чтобы оно было готово. Может быть, наш мозг хочет несколько раз за ночь проверить, хорошо ли работает у тебя зрение. Это одна гипотеза. Хочешь еще одну? Да. Может быть, мозг специально показывает тебе ночью самые странные ситуации для того, чтобы ты учился. И потом, когда ты попадешь в какую-нибудь, может быть, не настолько странную ситуацию, ты был бы готов. Ну, допустим, самолет в небе не будет рисовать тебе сердце в виде радуги, но ты просто увидишь самолет и какой-то след от него, и твой мозг уже немножечко готов к тому, чтобы разбираться с такими картинками. Есть еще третья гипотеза. Хочешь третью, последнюю? Да. Когда ты засыпаешь, у тебя постепенно выключаются разные части мозга, постепенно выключаются разные кусочки твоего сознания. И то, что ты видишь, это такие странные перепутанные обрывки того, что есть в голове, просто потому что она выключается, но еще не совсем, еще не полностью. И потом несколько раз за ночь ты частично просыпаешься, но не достаточно, чтобы там снова в голове появился вот обычный веселый умный Миша, который так любит науку и во всем отлично разбирается. А там появляются какие-то кусочки Миши и придумывают довольно симпатичные вещи. Они придумывают самолет в небе и радугу в виде сердца. Скажи, пожалуйста, дорогой Миша, какая тебе больше понравилась гипотеза? Первая, вторая или третья? Третья. Ну, мы еще не знаем, что из этого правда. Может быть, все это вместе правда. Давай дальше следить за этой наукой. Может быть, мы узнаем про это больше. Хороших тебе снов. Спасибо. Хороших подарков и всего самого лучшего. Пока-пока. До свидания. До свидания, дорогой Миша. В общем, мы точно не знаем, почему мозг показывает нам эти странные картины по ночам. И это три самых важных слова, которые должен уметь произносить любой ученый. Мы не знаем. Это очень важно, потому что с честного признания, что на самом деле мы не знаем, начинается настоящий научный поиск. Поиск ответа. А вопросы тем временем продолжают возникать. И мне пришел про сон еще вот такой вопрос. Привет. Меня зовут Елисей Купцов. Я живу в Москве. Мне 9 лет. Скажите, пожалуйста, почему, когда рано встаешь, тебе холодно? И если быть точным, это вопрос не собственно про сон, а про выход из сна. Про то, как мы пробуждаемся. И вот тут мы кое-что все-таки знаем. Здравствуйте. Привет, Елисей. Как твои дела? Нормально. Я очень рад. Скажи, пожалуйста, в твоей жизни когда было самое раннее, что ты встал утром? В какой самый ранний час? Ну, часов в 4, наверное. В 4 утра? Ого! Зачем ты встал в 4 утра, безумный человек? Ну, не знаю, воды попить. А, и потом обратно лег спать, да? Да. Нет, а вот бывало такое, что ты прям встал, все, встаем и идем, и уже начинаем действовать? Ну да, в 7 утра в школу. В 7 утра. А раньше вставал когда-нибудь? Ну, в 6.50, наверное. Ну и что, в 6.50 холодно? Да. Встаешь, и очень холодно. А в 7 холодно? Да. А в 8? Да, холодно. Это только когда ты насыпаешься и уже в 11-12 просыпаешься, тогда не холодно. Ага, понятно, понятно. Ну, тут есть два ответа. Первый простой, и он такой, что на самом деле утро – это самое холодное время суток. Потому что, ну, солнце все там нагревает, 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 делается теплее, 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 а потом солнце заходит, и все начинает остывать. И постепенно делается все холоднее и холоднее, и к утру холоднее всего. Но я думаю, ты ждал какого-то другого ответа. Наверное. Да, а какого ответа ты ждал, интересно? Что организм еще не встал, и температура тела еще низкая. Да, и тут вот какое дело. Надо себя спросить, а что значит, когда организм спит, и что происходит во сне? Во сне биение сердца замедляется, как я помню, по-моему, да? И тело остужается. Это правда. Но тут все еще проще. Мышцы расслабляются. Ты замечал, наоборот, вечером ты можешь быть в комнате, где тебе не холодно, где ты себя хорошо чувствуешь. Вот сейчас, да? Да. Представь себе, что ты уже очень устал, ты прямо сейчас ляжешь вот в этом кресле, в котором ты сидишь напротив меня, и заснешь. Придет мама, улыбнется, погладит тебя по голове. И что она сделает обязательно следующим действием? Кроет чем-нибудь. Почему? Чтобы холодно не было. Ты сразу замерзнешь почему-то, да? И это очень интересно. Вроде ты в той же самой комнате, но тебе стало холоднее. Дело в том, что твои мышцы полностью расслабились. Отдыхает твой мозг. Он больше не хочет управлять твоими мышцами. Он хочет отдыхать. И твои мышцы, когда они не работают, они не производят тепло. И вот ты спишь, и ты совершенно расслаблен. А потом они вдруг взяли, раз, и разбудили тебя в 4 утра. Мозг просыпаться не хочет. Мышцы просыпаться не хотят. И никакого тепла они не производят. Поэтому, если ты все-таки встал в 4 часа утра, и тебе надо ехать в аэропорт, или отправляться на рыбалку, например, в лодке, то ты оденешься очень тепло. Я в такой ситуации беру теплый чай, если надо, скажем, в лес отправиться. И иду в лес искать каких-нибудь животных. Если твой мозг как следует выспался, и ты проснулся в 11 утра, то мозг довольно быстро готов включить твои мышцы, и сильно ты мерзнуть не будешь. Понятно. Я тебе желаю увлекательных экспериментов и приятных сновидений. Спасибо. Спокойной ночи. Всего доброго. Взаимно. До свидания. На этом наше путешествие подходит к концу. Каждое утро наш мозг заново включается и заново включает все свои чудесные инструменты. Ему не всегда удается это сделать быстро. Давайте-ка проверим полностью ли вы сейчас проснулись. Для этого попробуйте просто вот указательным и средним пальцем вашей руки часто-часто постучать по столу. Ну, скажем, вот так. Вот в таком темпе, как я сейчас стучу по микрофону. Если вам не удается, может быть, вы еще не полностью проснулись. А теперь подошло время для нашего тайного звука. Вот такого. И его издает животное, которое почти все время находится в движении и умеет спать то одной половиной мозга, то другой половиной мозга. Никогда не засыпает одновременно всем мозгом, что это за животное. Отгадка будет в следующем выпуске. Это был шестой выпуск подкаста «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через телеграм-бот. Ссылку на него мы оставим в описании. Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки написал композитор Эдуард Калмановский, Слова придумал Александр Калмановский, Бокал записала Манюня Волкова, А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. Я, Паша Землекоп, Илья Калмановский. Пока-пока.